Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Сегодня наши режиссёры — это Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов, а в нашей студии гости — врачи. Директор кардиососудистого центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра имени Михаила Николаева, Кюндюл Иванович Иванов. Здравствуйте. Добрый день. Также в нашей студии врач, заведующий отделением неотложной кардиологии кардиососудистого центра Наталья Николаевна Селина. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Мы выходим в эфир в преддверии вашего профессионального праздника — Дня медицинского работника. С каким настроением вы подходите к этому празднику, что он вообще для вас значит, и на сегодня что радует, что огорчает врачей? Да, действительно, вот третье воскресенье июня — это отмечается профессиональный праздник медицинских работников, врачей, медсестер, младшего медицинского персонала. Ну, сейчас он называется Всероссийский день медицинского работника. Ну, начало лета, это раньше среди наших предков, это начало года, да, и в начале года, как летнего солнцестояния, мы, врачи, отмечаем люди в белых халатах, вот свой профессиональный праздник. Я думаю, что это тоже неспроста, и я думаю, что в такой период расцвета природы, рождение новых надежд, значит, вскрываются реки, луга зацветают и так далее. В этот период вот врачи тоже, как люди, дарящие жизнь, да, в начале, когда человек рождается, тоже с помощью медицинских работников, мы тоже дарим в этот период свой день, профессиональный праздник, такие надежды нашим пациентам, нашим гражданам всем. Не все же пациенты, правда? Вот, поэтому мы очень рады, что наш профессиональный праздник мы встречаем с хорошим настроением, хорошими результатами, и каждым годом, ну, по статистике, да, у нас рождается больше детей, умирает меньше народу, и в целом продолжительность жизни в Якутии, да, и в стране в целом тоже растет, и это тоже есть вклад в этом определенной, да, нашей высокотехнологичной медицины, работы первичного звена и так далее. Поэтому мы имеем определенные успехи в день своего профессионального праздника. Ну, это отлично, что есть возможность подвести итоги, и они хорошие, которые радуют. Вы затронули тему про то, что медики дарят жизнь. У нас как раз во втором блоке будут сотрудники врачей перинатального центра, как раз те люди, которые первый вдох, первый крик нового человека слышат, видят, чувствуют, помогают ему появиться на свет. Наталья Николаевна, у вас, может быть, есть что-то добавить, как у вас настроение? Да, я в свою очередь тоже хочу поздравить своих уважаемых коллег с наступающим праздником, Днём Медицинского Работника. Для нас этот праздник всегда очень важен, очень трепетен, в том плане, что это очень для нас важный день. В этот день обычно всегда хорошая погода стоит, это действительно лето, всё расцветает, мы всегда стараемся отмечать в кругу своих друзей, коллег, и я хочу поздравить, пожелать самим медицинским работникам, в первую очередь, здоровья, пожелать им плодотворной работы, надежды на самые лучшие, чтобы труд доставлял удовольствие, чтобы мы все вместе работали на благо здравоохранения нашей республики. Ну, всё, что будет в наших силах, в наших возможностях, мы, конечно, приложим к этому максимальные усилия. Спасибо большое, я пользуюсь случаем и возможностью, поздравляю вас с наступающим праздником, желаю вам, конечно, здоровья. Спасибо. Пусть всего будет много, и пусть будет больше вот таких вот, как вы сказали, да, как итоги, то, что есть чем гордиться, что вы можете помочь большему количеству людей, которые нуждаются в вашей помощи. И моя мама в вашем кардиоцентре проходила лечение, я получила, ну, относительно здоровую с учётом возраста, главное, живую маму. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Мы с Кенюлом Ивановичем в начале года выходили из этой студии, да, и как раз мы говорили о том, как работает на сегодня кардиоцентр. И самые популярные вопросы это были про то, что как же к вам попасть, хотя вроде бы вы говорите об этом достаточно часто, но, видимо, люди как-то хотят или надеются на какую-то ещё возможность, да. И вопросы были про то, как человеку организовать свою жизнь после того, как он в вашем центре уже пролечился, допустим, ему провели операцию по установке стентов или по установке кардиостимулятора. Есть те люди, которые очень боятся последнего, потому что там большие ограничения, да, уже по качеству жизни. А есть те люди, которые прямо очень хотят получить этот кардиостимулятор, потому что они считают, что таким образом их сердце будет под контролем, и значит, они могут более спокойно жить. Что из этого миф, что правда? С какого хотите вопроса ответьте? Ну и начну вот с каналов госпитализации, как поступить, да, в кардиоцентр. Ну, кардиоцентр является, кардиоцентр медицентра является очень доступным на сегодняшний день для жителей нашего региона медицинским учреждением третьего уровня. Во-первых, значит, кардиоцентр работает в режиме 24,7 круглосуточно, по экстренной медицинской помощи, это кареты скорой медицинской помощи, машины скорой медицинской помощи. При имеющихся показаниях, да, соответствующих, привозят в приемное отделение нашего центра, там идет диагностика, определение показаний госпитализации, и, естественно, большинство получают тут же медицинскую помощь, учитывая тяжесть, состояние. Также к нам доставляются пациенты рейсами санитарной авиации из отдаленных уголков Якутии. Санитарная авиация работает вообще бесперерывно, бесперебойно, только метеоусловия могут, да, в какой-то определенный момент задержать рейс, и то стараются даже, вот, несмотря на такие ограничения, привезти больного к нам. И также, ну, у нас работает поликлиника. Поликлиника – это старый, по-старому, кардиодиспансер, он переехал к нам в состав нашего корпуса. Ну, там немножко лимитированное количество приемов, потому что мы сейчас работаем в этой поликлинике как кабинет высокого риска для пациентов. Это те, которые имеют высокий риск заболеть сердцем, заболеванием сердца, значит, осложнение получить. Те, они и получают ту помощь, осмотр, консультацию, и дальше госпитализируются для получения высокотехнологичных операций. Вот такие моменты. А для профилактических целей, да, ну, еще у нас имеются чекапы. Это, естественно, платная услуга. Те, кто может позволить себе оплатить через кассу платных услуг Национального центра медицины, мы проводим двухдневные чекапы стационарные для проведения диагностики сосудов сердца, других сосудов, ну, относительно, допустим, в благополучный период своей жизни, да, те, кто имеет возможность оплатить, работающие, работоспособные. Ну, это вот, правда, исключение, но есть такая возможность тоже. Ну, это интересно, за два дня ты можешь получить полностью, да, по сосудам, но это же очень важно и ценно, а очень дорого. Вы знаете, это при пределах 60 тысяч. Да, это не для каждого человека доступно, к сожалению. Да. Что Вы можете сказать про образ жизни людей, которые в Вашем центре уже прошли лечение и ушли из этого центра уже с видоизменёнными? Ну, Наталья Николаевна более подробно расскажет, потому что она возглавляет отдел неотложных состояний, поэтому... Ну, наше отделение, да, как уже было сказано, работает с июня 22-го года. Мы оказываем высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом, пациенты, которые поступили к нам из города Якутска и со всех регионов нашей республики. Действительно, мы проводим обследование, диагностику и лечение, в частности, вот проведение стентирования коронарных артерий при острых состояниях, при нестабильности на кардии и при остром инфаркте миокарда. Конечно, такие пациенты подлежат обязательному постоянному наблюдению уже по месту жительства после выписки. И мы очень подробно в своих выписках пишем рекомендации с указанием, какие лекарственные препараты принимать, как часто обращаться по месту жительства уже на приёмы к своим участковым врачам, потому что в зависимости от заболевания, конечно, нужно регулярно показываться. Есть пациенты с высоким риском, как уже действительно сказал Кендуль Иванович, у которых возможны повторные развития сосудистых осложнений, поэтому эти пациенты ни в коем случае не должны уезжать в никуда или пропадать, они обязательно должны быть под наблюдением по месту жительства, где они прикреплены. И если в таких случаях, например, как ухудшение самочувствия наступает у пациента, то есть на фоне даже благополучного лечения медикаментозного, такие пациенты рекомендуются для повторного обращения уже к нам снова в кардиососудистый центр для определения дальнейшей тактики. Возможно, потребуется повторная операция или повторное проведение коронарной графии, чтобы убедиться, в каком состоянии находится в дальнейшем состоянии пациента, его коронарной артерии. Конечно, самый главный залог хорошего самочувствия – это регулярный приём препаратов. Мы наших пациентов выписываем с рекомендациями и с занесением их в список льготного лекарственного обеспечения, особенно те, кто прошли у нас оперативное лечение, пациенты с острым инфарктом, пациенты с нарушениями ритма сердца. В течение года это у нас действует федеральная программа, пациенты бесплатно получают лекарственное обеспечение по месту жительства своих поликлиник. Те, которые не являются инвалидами. Не являются инвалидами, да. Ну, это вот нюанс такой при оформлении этого списка. Ну, наверное, Кендуль Иванович ещё отметит, у нас открываются два кабинета в кардиососудистом центре по антикоагулянтной терапии. Это тоже… Может, я уже сказал о кабинетах высокого риска? Высокого риска, да. И вот сейчас мы уже работаем по подбору антикоагулянтной терапии, те, которые получают кроверасширяющие препараты именно после проведённых операций на клапанах и так далее. И самое главное, вот сейчас мы хотим те пациенты, которые имеют очень повышенный холестерин, чтобы они начали лечиться более инновационными геноинженерными биологическими препаратами. Ну, это тоже мы будем говорить о выделении средств дополнительных на этих больных. Это тоже будет работа с пациентами высокого риска. Ну, это в перспективе нашего центра развития. К холестерину ещё вернёмся. У нас есть вопросы от нашего слушателя или зрителя. Пожалуйста, наушники их можно просто поднести к уху, не обязательно надевать. Алло, здравствуйте. Я хочу спросить, да. К вам могут обратиться только сердечники или сосудистую вообще можно проверить или нет? У меня, например, голова кружится постоянно. К врачам, терапевту своему обращаюсь. Невропатолога у нас вообще нету. И не знаю, куда идти, куда тыкаться. Спасибо большое за вопрос. Наверное, может быть, сказать, с какими заболеваниями, с какими симптомами. Лучше вот как маршрутизация. У нас есть принятая маршрутизация пациентов. С какими симптомами, с какими синдромами больной должен куда обращаться. Ну, в первую очередь, в этом случае должен вопрос решить, начинать решение это участковый терапевт. Он не должен отмахиваться вот таких пациентов. И участковый терапевт с таким головокружением должен посмотреть в первую очередь невропатолог. Ну, и, соответственно, может, кардиолог. Если невропатолога нет, то кардиолога нет. То терапевт на уровне своего терапевтического отделения, заведующий отделением поликлиники, должен маршрутизировать этого пациента, допустим. Если это УЛУС или город, ну, допустим, сосудистому хирургу, да, национального центра медицины. Или кардиологу поликлиники, значит, кардиососудистого центра, но именно в направлении указать, вот именно вот, не чисто кардиологический диагноз, но указать именно вот, вот, с неврологическим, да, с подходом неврологическим, да. И желательно на первом этапе, вот, в том же первичном звене, сейчас очень много оборудования закупается. Они предварительно должны провести свое обследование. Ну, я бы, например, провел бы этой гражданке, как говорится, да, пациентке МРТ головы. Почему бы и нет, чтобы посмотреть сосуды, почему голова окружена. УЗИ сонных артерий. УЗИ сонных артерий. Это даже можно сделать и на поликлиническом уровне. На поликлиническом уровне. Не обязательно отправлять в медцентр и кардиоцентр. Вот после этого принять решение, да, какой специалист на третьем уровне, да, этапе. Да, есть ли показания для оперативного лечения, таких сложных случаев. Значит, и есть дневные стационары в поликлиниках. Вот невропатолог и терапевт, невролог-терапевт может назначить и лечение там на уровне дневного стационара, там, 7 дней. Есть и препараты, которые регулируют вот это головокружение постоянное, да. Лишь бы вот так что-то получить без базового, да, обследования на первом уровне. Ну, правильно поставить диагноз, в первую очередь, нужно. А потом уже назначать в зависимости от диагноза, уже назначать лечение. Это самая первая, самая важная постановка диагноза. А про ваши кардиоцентры как раз-таки говорят, что у вас супердиагностика. И вот, видимо, поэтому люди хотят уже туда, если ты попал, там тебе точно поставят правильный диагноз. Ну, и это удобно, да, ты в одно место попал, и уже столько врачей составляет твой анамнез. А про холестерин. Кто-то боится его понижать препаратами, назначают определенные препараты, которые его понижают. И люди боятся, что уже, если ты эти препараты начал пить, то ты уже без них не обойдешься, если ты перестанешь, что холестерин взлетит еще выше, чем был. А как быть? Ну, вообще, конечно, надо понимать, что риск неприема холестерин снижающих препаратов, статинов превышает действия, если их мы не принимаем. То есть побочное действие у статинов развивается далеко не у всех пациентов. Это надо тоже понимать. А риск развития именно атеросклероза и формирования атеросклеротических бляшек без приема статинов, он очень высокий. И если у пациентов возникает сочетание нескольких факторов риска, это повышенный вес, если есть повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара крови, малоподвижный образ жизни, если еще у пациента ранее были выявлены поражения коронарных артерий, прием статинов обязателен. Тем более сейчас уже есть статины, очень большой арсенал этой группы препаратов. Мы назначаем так называемую холестерин снижающую терапию в несколько этапов. Если статины не действуют, мы добавляем еще препараты. И тем более сейчас есть препараты уже генно-модифицированные, когда у пациента выявляется, например, в тяжелых случаях генетически обусловленные нарушения липидного обмена, когда резистентная к приему статинов, тогда назначаются действительно генно-модифицированные препараты, и это ставится укол однократно, и пациент уже может не принимать статины. Но это единичные случаи, да, то есть мы должны это прекрасно понимать. Но в основной популяции, конечно, статины принимать нужно пациентам. Особенно тем, кто перенес сосудистые катастрофы. Это инфаркты и инсульты. Это обязательно. Бояться принимать статины не нужно. Нужно бояться их не принимать. А на почке вот они действуют? Нет, они не действуют. Наоборот, статины обладают свойством противовоспалительным, обладают свойством стабилизировать эндотелий, то есть внутреннюю стенку сосудов. То есть на этой стенке перестают прогрессировать образование атеросклеротической бляшки, та, которая как раз отвечает за развитие атеросклероза. Статины, они стабилизируют вот эту бляшку, не дают ей дальше разрастаться. Потому что при разрастании атеросклеротической бляшки, увеличении её просвета внутрь, как раз прогрессирует ишемическая болезнь сердца. А при травматизации такой бляшки происходит сосудистая катастрофа, инфаркт и инсульт. То, что мы как раз видим в нашем кардиососудистом центре, такие тяжёлые пациенты поступают, когда происходят инфаркты, инсульты. Зачастую без приёма статинов. Ну вот я просто говорю, только что я с приёма пациентов пришёл, да, и я с большим удовольствием увидел одного пациента, который с Амгинского района, дальняя деревня Алтанца. Два года назад, в 22-м году, по направлению нашего кардиодиспансера, он был направлен, кажется, в центр имени Мишалка на Новосибирск на шунтирование. Там два шунта поставили. Два года прошло, практически два с половиной года. Пациент очень стабильный, значит, приехал на контрольный осмотр, даже год назад его не было. А принимает прилежно, по клиническим рекомендациям, назначив все виды этих медикаментов, лекарств, препаратов, включая вот те же самые статин. У нас уже время закончилось. Спасибо большое за разъяснение. Значит, если повышенный холестерин, всё-таки надо начинать, принимать, и таблетку ломать нельзя, да, короче? Нет, не в конец. Нет, там дозировка достаточно большая. Спасибо большое вам, вас наступающим праздником. Слушатели и зрители, оставайтесь. Спасибо. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем говорить про приближающийся праздник медицинского работника. Он будет в это воскресенье. И в нашей студии врачи-люди в белых халатах. И я сейчас с удовольствием их представляю. Это директор перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Республики Саха-Якутия, кандидат медицинских наук Татьяна Павлова. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Заместитель директора по неонатологии, кандидат медицинских наук Сарголана Алексеева. Сарголана Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Завидующее отделение вспомогательных репродуктивных технологий, кандидат медицинских наук Айталина Семенова. Айталина Афанасьевна, добрый день. Добрый день. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и пришли сегодня в студию. Вы те люди, которые слышите первый вдох, первый крик нового человека, помогаете ему родиться. С каким настроением вы подходите к этому празднику? Что для вас на сегодня важно, главное, что вас радует, что огорчает? Начну с того же вопроса, с которого начала свой первый блог. Добрый день, уважаемые телезрители. Во-первых, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех своих коллег, медицинских работников республики с наступающим профессиональным праздником. Нас очень радует то, что у нас в республике в прошлом году мы достигли миллионного жителя. И этот миллионный житель родился в нашем перинатальном центре. Наш перинатальный центр является якорном в республике. В республике создана трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, рода в послеродовом периоде и новорождённым детям. Мы как якорный перинатальный центр проводим организационно-методическую работу в республике и работаем с медицинскими организациями первого и второго уровня. Это центральные районные больницы и наш второй перинатальный центр. А как-то общаетесь с родителями этого малыша, который миллионный, такое звание почётное? Да, это у нас жители Мирненского района. Мы их чествовали в прошлом году, но в этом году, к сожалению, ещё не общались. Их, пользуясь случаем, ещё хочу сказать, что нам нынче было 25 лет, и мы постоянно общаемся с нашим первым ребёнком, который родился, родилась, вернее, девочка эта, 25 лет назад в нашем перинатальном центре. Надо же, как вы долго дружите. Да. И как её жизнь складывается, как общение проходит, в чём она заключается? У нашей Анечки всё хорошо, она уже закончила высшее учебное заведение, работает уже по своей специальности. Мы её приглашали на наш юбилей, и каждые пять лет она к нам приходит. Нас поздравляет, мы её поздравляем, у нас с ней очень тесные такие отношения. И Анечка уже вошла в историю нашего перинатального центра. Ну и как раз вот ближайший повод, это воскресенье, есть возможность собраться с пациентами, да, и с коллегами, и пообщаться. Добавьте, пожалуйста, что-нибудь про ваше настроение, про ваше отношение к празднику. Ну, праздник, день медицинского работника, он очень нужен, потому что всё-таки, когда нам с нашим здоровьем, нашим ценным что-то происходит, мы в первую очередь обращаемся к медикам, да. Медики, которые, медицинский работник, которые, ну, можно сказать, пропускают через себя всю проблему человека, стараются и чисто медицински помочь, ну, и психологически. Поэтому в этот день мы, ну, поздравляем друг друга, радуемся, что мы нужны нашему миру, да, потому что человек только как бы реализуется и удовлетворяет своё внутреннее, ну, как бы, своё содержание только за счёт того, что он кому-то нужен. И хочу, вот, пользуясь случаем, всех поздравить, своих однокурсников. У нас вот окончание будет 30 лет, как мы окончили медицинский институт. И хочу поздравить своих однокурсников. У нас вот в скором времени встреча будет. А ваше отделение, оно для того, чтобы помочь новорождённым деткам, да, которые родились раньше срока или вообще всем? Нет, к нам, у нас ненатальная служба выстранена таким образом, что у нас в два этапа в перинатальном центре помощь производится. Первый этап – это все дети, которые рождаются, они попадают в отделение новорожденных, здоровые дети, да, и выписываются домой. Среди этих здоровых у нас бывают проблемные дети, да, у которых есть какие-то моменты. То ли незрелость, вот недоношенные дети, они через реанимацию попадают. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, у нас номером один, номером два, эти отделения представляют второй этап выхаживания. И бывают проблемы и пороки в развитии, проблемы сердечные, легочные, ну, очень много проблем, где нужна уже более скруплезная, ну, более длительная диагностическая и лечебная помощь нашим маленьким малышам. И дальше они уже выписываются из этих отделений второго этапа. На третий этап – это поликлиническая служба. Мы передаем их туда. У нас не так давно гостили участники клуба «28 петель», которые сотрудничают с вашим центром, с вашим отделением и вяжут деткам, которые родились раньше срока, вещи. Они наши, ну, как бы, очень хорошие помощники. Мы с ними сотрудничаем давно. И вот это их тепло и любовь передаётся нашим малышам, которые родились раньше срока, ну, меньше 28 недель, когда ребёнок весит меньше 1000 грамм, да, меньше 1500 грамм. Это очень низкая масса тела дети. Вот таким деткам мы создаём развивающий уход, называется. То есть мы даём ощутить себя не как вот отдельно в квюзе лежащий, а чтобы к телу что-то прикасалось. Да, как бы создаём условия утробы матери. И осьминожками они тоже как бы контактируют, то, что вяжут 28 петель. Они вяжут такие вещи, которые, ну, из натурального шести, да, чтобы кололо тело, чтобы оно давало рефлексы, чтобы он не просто отдыхал, но периодически. То есть мягкое, потом более шестяные, а не колющие. И таким образом ранний развивающий уход называется. И центральная нервная система ребёнка, ну, развивается намного лучше, нежели бы он лежал, как обычный ребёночек в пелёнке, без вот создания условий утробы. Это две разные вещи. Даже малейшие вот эти, как бы, более стянутые условия, как вот у рыбе матери, они дают возможность с нейронным связям работать по-другому. Да, и вот эти, которые они вяжут в штучки, я забыла, как вы сказали, осьминожки. Осьминожки. Они похожи на пуповину, да? Да, они, ну, считается, что она похожа на пуповину, и плюс она вот за счёт завитка, она цепляет, они могут цеплять пальцами и держать на руках. Это удивительно. И к такому чуду, да, к такому вот какому-то волшебству могут подключиться абсолютно любые... Любой желающий, который вяжет. У нас в сайте есть клуб «28 петель», они могут выйти на руководителя, сейчас у нас руководитель Алена, и с нею связаться, и могут вот из натуральных таких ниток связать вещи. Даже могут присоединиться к такому хорошему марафону, да, те, кто не может вязать, могут прийти в магазин пряжи нашего города. Там есть специальные корзины, куда можно просто купить и положить нитки. И потом эти магазины передают вот таким вязальщицам, которые потом вяжут и передают в ваш центр. Спасибо. Это очень нужная нам... Для меня, мне кажется, это такая трогательная тема. Я когда узнала, что, оказывается, такое может помочь маленькому ребёнку вырасти, я была как-то удивлена. Спасибо. Айталина Афанасьевна, вот ваши какие-то настроения, пожелания в этот праздник, что для вас? Ну, я тоже хочу присоединиться к поздравлениям своих коллег, да, и поздравить своих коллег, своё отделение. Наше отделение вообще наполнено молодым составом, молодые доктора, молодые акушерки у нас, очень дружный коллектив, и мы всячески, конечно, стараемся помочь нашим пациентам, которые у нас... Ну, такие специфические пациенты, пациенты с бесплодием, и достаточно большой поток, к сожалению, количество бесплодных пар у нас не уменьшается, а только возрастает. А почему так? Ну, это вообще тенденция такая общемировая, это не сказать, что только проблема в республике, да, общемировая, потому что на сегодняшний день есть определённые тренды в мире. Основной тренд – это откладывание реализации репродуктивной функции на более поздний срок, когда женщина оплата превращается после 35 лет, уже достаточно сложнее забеременеть, нежели там это будет в 20 или в 25 лет, да. Это основное такое направление, тренд в мире, в Российской Федерации, и у нас в Якутии тоже так же. – Можно я спрошу ещё вот в этой теме, физиологически, ну да, понятно, что лучше в молодые годы рожать, но вот психологически ты готов, бываешь очень поздно к материнству, к отцовству, это где-то может быть даже после 35, после 40, ты только вот так осознанно к этой теме подходишь. Как с этим быть? – Ну вот в том-то и дело, да, у нас такой немножко диссонанс, потому что биология человека, она предполагает одно, да, что у нас расцвет репродуктивной функции всё-таки до 35 лет, а с 36 лет начинается угасание, как и у женщин, так и у мужчин, ну, у женщин, понятно, чуть пораньше. А психологическое созревание, да, оно происходит сейчас у современного человека, чуть более позже, не зря же, да, по классификации ВОЗ молодость продлили до 45 лет, о чём это говорит, о том, что мы немножко позже стали развиваться, наше молодое поколение, оно совершенно не такое, как мы, например, да, или наши родители. Поэтому, да, есть какой-то такой диссонанс между здоровьем и психологическим состоянием, ну, как-то надо, наверное, к 30 годам всё равно решать эти проблемы. Золотую середину выбирать. Золотую середину, да. Всё равно планировать надо, да? Да, потому что мы никто не говорим, что это в 18-20 лет должно произойти, но всё-таки после 25 лет, до 35 лет всё-таки эту проблему, ну, не проблему, эти вопросы надо решать, да. Вот вы сказали, что не уменьшается количество пар, которые не могут иметь детей, а решение такое, как суррогатное материнство, как, как это называется, так как-то... Донорская программа. Да, 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 донорская программа, когда искусственно это, насколько в нашем городе, в нашей республике, ну, популярно, можно так сказать, и как вы в этом можете помочь таким парам? Ну, я хочу сказать, что в республике у нас единственное отделение специализированное, только на базе РБ номер один есть отделение вспомогательных репродуктивных технологий, и все программы ЭКО, ВРТ, да, вспомогательных репродуктивных технологий мы оказываем. Туда входит и суррогатное материнство, и донорские программы, да, донорство яйцеклеток, донорство спермы, донорство эмбрионов, внутриматочные инсеминации, экстракорпоральное оплодотворение с использованием ИКСИ. ИКСИ используется, когда тяжелый мужской фактор. Ну, то есть, криоконсервации, разморозки. Только слов много, они непонятные. Ну, это, вот, в общем, человек, который сталкивается с этой проблемой, он, в принципе, понимает, о чем я говорю, да, но вот если такими общими словами, то суррогатная программа, да, донорские программы, они у нас есть. А какие сложности, какие минусы есть, или к чему пары бывают не готовы, когда они прибегают к такой помощи и сами не могут решить этот вопрос вдвоем? Ну, наверное, самая большая проблема, это, наверное, позднее обращение вообще самих, ну, пар, да, то есть они ждут год, ждут другой, третий, пятый, да. Ну, как бы время очень быстро летит, и действительно, вы говорите, психологически многие еще не готовы, наверное, к планированию. Ну, вроде как не получается, ничего страшного там, да. И вот это затягивание, оно, конечно же, очень сильно сказывается на, ну, вот у женщин, а в реальный резерв, так называемый, да, то есть запас яичников, фолликулов, да, в яичниках, и он с каждым годом снижается, а пара все не идет, а когда приходят, уже бывает поздно, да. Вот эта проблема, она такая очень, наверное, глобальная, основная, и я хочу обязательно обратить внимание женщин, что если не получается год, то сразу надо идти к гинекологу, а потом к репродуктологу. А вот бывает же так, что говорят, обследуют пару, да, и говорят, что физиологически все хорошо и у мужа, и у жены. И врачи разводят руками, не понимают, почему не происходит зачатие. Да, в 15% случаев есть так называемое идиопатическое бесплодие или бесплодие, когда мы не установили причину. Но все равно это бесплодие лечится методом ЭКО. То есть в 15% это очень много на самом деле. А тогда, наверное, правы те, кто психологически еще не готов, но они как-то замораживают свой биоматериал, и уже когда в более позднем возрасте они психологически готовы, они идут за ним. Такая программа тоже существует, называется, да, в Якутске существует программа отложенного материнства. У нее есть название у этой программы. То есть это как раз вот тот случай, про который вы говорите. Я хочу, но попозже, ну лет к 40, а мне сейчас, например, 28-30 лет. Да, самый хороший возраст, когда, ну, как бы запланировать ребенка. И в этом случае мы можем, ну, вот женщина может к нам прийти, заморозить яйцеклетки, и они могут храниться долго. Ну, вот на сегодняшний день известен случай, когда родился ребенок, который хранился 30 лет. 30 лет? 30 лет, да, 30 лет. Поэтому хранить эмбрионы можно достаточно долго, или яйцеклетки можно долго. И вот она, ей случилось там 36-37 лет, и она решила, что да, она сейчас готова. И приходит, мы размораживаем яйцеклетки, оплодотворяем спермой полового партнера и делаем перенос. А замораживается биоматериал только женщины или мужчины? Мужчины тоже можно заморозить, конечно. Конечно, да. А вот еще говорят, что когда сдают биоматериал, да, и там, допустим, когда это ЭКО, когда подсаживают яйцеклетку, что вдруг могут перепутать. Нет, это такое... Это исключено? Ну, вообще, конечно, человеческий фактор может существовать, но есть сейчас определенные идентификационные системы, ну и вообще система идентификации пациента, она настолько как бы отработана, да, что, ну, я не знаю, это как бы... Практически исключается. Исключается, да. Это все равно такое должно быть, такое количество доверия, да, к медицине, тем более 30 лет, да. Мне кажется, все равно страшно, все равно немножко страшно, что... Ну, наверное, у людей, конечно, есть какие-то страхи, риски, но я уверяю вас, что, в принципе, в отделениях ВРТ во всех это отработанный момент. Так много, оказывается, у нас всего в республике, в городе здорово. У нас остается 3 минуты до конца эфира. Может быть, вы что-то хотите сказать, и, пожалуйста... Я хочу еще добавить, что вот почему у нас проблема ЭКО сейчас актуальна, и наряду с этим у нас еще хочу подчеркнуть, что в республике достаточно высокая частота абортов. Вот это действительно глобальная проблема на сегодняшний день, губительна для женского организма. И я хочу вот донести до населения о вреде аборта, что любая беременность, она должна быть желанной, она должна заканчиваться рождением ребенка. Вот поэтому над этим тоже нужно работать, населению, и вот хочется, чтобы родители уже своих детей, не только девочек, но и мальчиков, воспитывали, готовя заранее к родительству, что любая беременность, она желанная должна быть, и по контрацепции должны работать не только с девочками, но и с мальчиками. На сегодняшний день проблема абортов для населения как будто это только проблема женской половины населения, а мужчин как будто это не касается. Но на самом деле зачастую аборты приводят к бесплодию. И на сегодняшний день бесплодие является основной проблемой нашего населения с бесплодием. Вот на первом месте, скажем так, это причины после аборта и инфекции, передающиеся половым путем. Вот эти две проблемы нужно уже с детства прививать нашим детям. Да, нужно больше информировать, рассказывать. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня рассказали так много интересного и полезного. Я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Здоровья вам крепкого. И пусть рождается больше детей, пусть они будут здоровы. А те, кто родился раньше времени, пусть их согревает тепло шерстяных ниток. Слушателям и зрителям спасибо большое за внимание. Всем хорошего вечера. Будьте здоровы.